30 января в концертном зале имени Сергея Прокофьева состоится вечер фортепьяной музыки «Картинки с выставки». В исполнении солистки Челябинской филармонии, лауреата международных конкурсов Натальи Гущиной. Сегодня она гость нашей студии, и мы узнаем, что ждет миломанов. Доброе утро, Наташа! Доброе утро! Наташа, скажи, пожалуйста, «Картинки с выставки» – это твой сольный, да? Это сольный концерт, да. Это сольный концерт, и это самый знаменитый цикл мусорского, да, насколько я знаю? Самый известный, самый популярный, самый знаменитый, который он написал под впечатлением выставки своего друга Виктора Гартмана еще в 1874 году. И этот цикл очень популярный, он написан для фортепиано, но есть очень много переложений для симфонического оркестра, и для камерного, и для джазового. Сложно было решиться на такой огромный объем? Было интересно. Мы не ищем легких путей, да? А скажи, Наташа, пожалуйста, в программе только мусорский или что-то еще? Мусорский будет звучать в первом отделении концерта, а во втором будет звучать фортепианная музыка – это фортепианные пьесы, которые написаны по картинам великих живописцев. То есть композиторы писали эту музыку специально для фортепиано под впечатлением великих картин. Картин русских художников, картин эпохи Возрождения и эпохи Рококо, то есть разных стилей. То есть в том-то и дело, что сначала были живописные полотна, а потом уже под впечатлением этих работ родилась фортепианная музыка. Это было интересно совместить. Первое отделение – картинки с выставки, второе – живописные полотна. Но мы надеемся, в самом концерте тоже мы увидим живописные полотна, да? Да, именно во втором отделении музыка будет звучать в сопровождении видеоряда. То есть мы подготовили специально видеоряд по тем картинам, по которым была написана эта фортепианная музыка. И это картина Михаила Врубеля, это Крамской, это Рафаэль, это Антуан Вато. Очень много можно посмотреть и познакомиться с творчеством художников и послушать музыку. А репетируя, репетируя вот это второе отделение, смотрели на картины? Обязательно, да. Мы работали с видеооператором, мы делали очень подробно этот видеоряд, потому что это действительно не слайды, это живой видеоряд, который дает возможность рассмотреть картину во всех подробностях. То есть там есть дальний, ближний план, и мы можем путешествовать, словно по картине такой виртуальной, у нас будет поход по ней. Собственно, вот как и в музыке, и в живописи, есть очень много похожих терминов, есть рисунок, и ритмический рисунок, оттенки, палитра. Ну, все виды искусства немного пересекаются. А скажите, пожалуйста, Анташа, а вот какая-то картина вдохновила, поразила? Может быть, вы какую-то картину открыли с новой стороны для себя, вот так глубоко вы не погружаетесь? Я думаю, что это картина Рафаэля под названием «Обручение», это великий художник возрождения, и вот эту картину увидел потом композитор и замечательный пианист Ференс Лист, романтик, и написал под впечатлением этой картины, вдохновленный творчеством Рафаэля, свою фортепианную пьесу, которую тоже назвал «Обручение». И я ее исполняю с удовольствием, и вот именно эту картину мы можем очень подробно рассмотреть, потому что это действительно полотно, очень большое, объемное, с многими планами, с многими смыслами. Мы в нее словно погружаемся, и музыка, она такая же многоплановая, многосмысловая. Как вот родилась идея? Почему именно мусоргский? Почему именно картинки с выставки? Вот как возникла идея именно этого? Это очень большое произведение, конечно же, у всех больших пианистов оно есть в репертуаре, мне захотелось тоже в какой-то момент к нему прикоснуться, но я его выучила уже после того, как закончила учебу, и вот уже когда начала самостоятельно свой творческий путь. И к тому же я узнала с большой радостью, что мусоргский оказывается мой земляк в какой-то степени, потому что он родом из города Торопец, это Тверская губерния, и оттуда же родом моя бабушка, Олимпиада по имени. Олимпиада бабушка? Потрясающе. Окей. Поэтому вот еще с большим вдохновением я занялась этой музыкой, и нужно сказать, что работа именно кипела. Вот как мусоргский в свое время говорил о том, что у меня кипит работа над Гартманом, над картинками, и вот я что-то такое ощущала, то есть я выучила достаточно быстро, и с каждым новым обращением к этим пьесам я чувствую еще более глубокое такое проникновение. Открывается и открывается. А вот вообще мусоргский для исполнителя, это сложный композитор, да? Как технически сложный или именно внешне? Сложный. Мусоргский, конечно же, переосмыслил эскизы, живописные полотна, картины, архитектурные проекты своего друга Гартмана, и их очень развил, соответственно, своему уровню дарования, масштаба. А, Наташа, нет желания добавить еще одну стихию, стихию слова, чтобы кто-нибудь читал дверины? Есть, конечно. Мы здесь объединяем это с картинками, и такой полноценный концерт в двух отделениях. Поэтому у меня будет музыковед, ведущая, и, безусловно, она будет делать комментарии профессионально, грамотно, все как положено. Ну, я думаю, наш зритель уже заинтригован и ждет концерт. Наташа, пожалуйста, пару слов нашим телезрителям. Дорогие друзья, приходите, пожалуйста, на концерт картинки с выставки, и всегда мы рады видеть вас в наших залах Челябинской государственной филармонии. Друзья, давайте будем дружить с искусством. Большое тебе еще раз спасибо. А вот мы вернемся в студию через пару минут. Продолжение следует...